Каждый год в декабре учащиеся столичной школы Файницкого на занятиях по скульптуре изготавливают маски. Многие работы прошлых лет висят на этой стене. Ну а какими образами вдохновлялись ребята в этом году, предлагаю узнать прямо сейчас. У меня дама вот здесь вот по плену так раскидывается. Я вот здесь была просто в цирке, там была похожая маска, мне понравилась. Это злой полн. Я его придумала на Хэллоуин. Нам сказали раньше, что мы будем делать работу из папье-маше. Образ маски ребята задумывают еще на самом начальном этапе. Начинается все с глины. Для занятий по скульптуре нужна целая ванна. Из нее ребята изготавливают матрицу. Это клише для будущей маски. Серафим как раз на этом этапе. Перед нанесением бумажного слоя матрице нужна пропитка. Вазелином, чтобы было легче снимать, когда маска будет готова. И потом уже наносить папье-маше. Ксюша уже на этапе формирования маски. Задача нанести 14 слоев бумаги. Для этого художники используют газеты и неактуальные школьные конспекты. Рвут тетради с уравнениями на небольшие фрагменты. И замачивают их в смеси клея и воды. Из такого бумажного состава у Ксюши появится вот этот персонаж. Перед покраской маску нужно обязательно отшлифовать, убрать все неровности. Финальный слой замаскировать, чтобы ни одно математическое выражение не испортило внешний вид маски. Берем клей, смешиваем с белой краской или можно акрилом и разрисовываем. Одного слоя будет достаточно? Да. Надо прям плотно, чтобы не было видно тетрадных листов. Ну а теперь время творчества. Экстравагандные зайцы, котики и нетипичные клоуны. Какой образ выбрать решает автор работы. Я хотела сделать клоуна, но обычного было бы неинтересно. И я решила сделать сердечками. Это влюбленный клоун? Да. Я люблю приключенческие фильмы, поэтому я решил сделать мое. Я решила вот кролика, потому что ассоциируется с Новым годом. Было бы здорово, если бы у нас проводился бал маскарад и эти маски использовались бы по назначению. Итоговая работа по скульптуре в художке всегда у третиклассников в преддверии Нового года. Сами ребята считают такое календарное совпадение большой удачей. Ведь маска может быть отличным подарком для друзей и близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова